Музыка Хочу поделиться с вами воспоминаниями о своем отце, бывшем лётчике. Но, говорят, бывших лётчиков не бывает. Быстрый на ходу, он до конца своих дней был быстрым, решительным и на редкость смелым человеком. В жизни каждого случаются ситуации, когда иногда бывает трудно принять решения. Он их принимал, можно сказать, на лету. Выходит из очень бедной семьи Ханипов Харис Харисович. В семье восемь детей, но мальчишка выучился на электрика и потом буквально волею случая попал в лётное Чкаловское училище. Не окончив обучение, их в срочном порядке в первые месяцы войны бросили на фронт. И, сев на лёгкий бомбардировщик, он четыре года летал на спецзадания, вывозил из партизанского отряда раненых, возил оружие в партизанские отряды, десантировал разведчиков. Вспоминать о войне не очень любил, потому что это драматическое событие. О нём говорить и трудно, и вспоминать о потерях трудно. О боевых друзьях, которых потеряли. Вот на этой фотографии его боевые друзья. Он стоит второй с краю. Это как, слева или справа, я даже не знаю. Весёлый, улыбающийся и верящий, что он обязательно вернётся домой. Ведь его дома ждали. Ждали родители, ждала молодая жена и маленький сын, которого он увидел только в пять лет. В пять лет он увидел своего сына. Мальчишка не узнал отца. Он не почувствовал вкус яблока, который тот привёз ему с фронта, потому что за время войны дети не знали, что такое яблоко. Я вам расскажу о случае, довольно-таки курьёзном. Но этот случай спас ему жизнь. Летел он со спецзадания. Его самолёт подбили. Выпрыгнув с парашютом, парашют не раскрылся, но по воле случая он попал на огромный сток сена. Пробив его насквозь, он выкатился из него и по склону горы катился до самого подножья. Остался жив. Вернулся в часть, ибо упал самолёт у него недалеко, на нейтральной полосе. Таких случаев было очень много, но больше, конечно, трагических. Мы помним своего отца, чтим его, вспоминаем его рассказы. А мой старший брат хочет написать книгу воспоминаний, его воспоминаний, воспоминаний своего отца. Вернувшись с фронта, он как-то не очень хвастался своими медалями. Их у него было, наверное, штук 12-13. Но это были медали за труд, за ратный труд солдата войны. Рядом с ним на фотографии его жена, верная подруга. Всю войну она проработала в секретной части военного в то время Казанского вертолётного завода. О её деятельности мы ничего не знаем. Вот что такое секретная часть военного завода. И 9 мая наша семья, собравшись за столом, вспоминает его очередную историю. Мы с улыбкой вспоминаем о своём отце. Он прожил хорошую жизнь, интересную, вырастил троих детей, семерых внуков, построил дом, посадил дерево, исполнил свою миссию на земле. Спасибо таким людям!